Ну вот, завтра 23 февраля, поехал к своему другу Ибрагиму, купил хорошее мясо, завтра думаю, что я приготовлю, посижу, все-таки наш праздник, кто родился в СССР, ну теперь его называют День защитника Отечества, тогда она называлась День Советской Армии Военно-Морского Флота. Армия дала нам очень многое в те времена, в мое время, кто не служил в армии, тому даже девушек не давали замуж, вот, и уклонявшихся людей тогда не было от армии, это был позор, вот, даже если кто-то поболезнит, это людей белобилетниками называли, как-то к ним предвзято относились. Каждый старался отдать свой долг родине. Со многими людьми, со многих национальностей мне пришлось служить. Служить золотые люди, русские, украинцы, белорусы, дагестанцы, чеченцы, корейцы, азербайджанцы, с кем я только не служил, таджики. Мы были одной семьей, одной семьей, вот, и между нами не было никаких там, вот, никаких разногласий, вот. И служили как братья. Всякое бывало, но мы были едины, дружны. И дрались, и ругались, и отдыхали, все было. Но вражды не было никогда. Между нам вражды не было никогда. Вот. Это нашей памяти будет всегда, как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот. Всех, ребят, поздравляю с наступающим праздником, ребята. Вот. Сто грамм наркомовских, кто пьет, может, запросто. Вот. И пусть у вас еще останется тот дух боевой, который был. Вот. И к чему нас учили. Делай, как я. Один за всех, и все за одного. Вот это был девиз. Вот. Всех вам благ. Поздравляю вас с наступающим праздником, дорогие друзья. Здоровья вам, в ваших семьях. Завтра еще поздравлю вас. А сегодня просто наступающим. Вот. С праздником. Продолжение следует...